Привет, друзья! Сегодня будет небольшое видео, посвященное простому ремонту дозиметра РКСБ-104. Как видите, у него одна из самых распространенных неисправностей – потек жидко-кристаллический индикатор. Ремонт заключается в замене экрана. Собственно, у меня было два РКСБ с одинаковой проблемой. Первый я уже успешно починил, ну и решил заснять процедуру замены, может быть, кому-то это пригодится. В этих дозиметрах используется жидко-кристаллический индикатор ИЖЦ-14-4-7. Его можно также встретить в радиометрах Припяти и некоторых других приборах, в том числе и дозиметрических. Сам прибор технически исправен, и если его включить, то он будет набирать показания. В принципе, их даже видно. Но я купил этот дозиметр именно с целью ремонта. Он продавался по невысокой цене, поэтому это имело смысл. Для замены у меня есть ещё один такой индикатор, и сейчас мы его установим. Этот прибор я ещё не вскрывал, вот тут даже гарантийная наклейка имеется. Давайте разберём дозиметр. Для этого сначала нужно открутить три винта на задней части корпуса. Теперь эту половинку корпуса можно снять. Здесь мы видим одну из печатных плат, на которой находятся счётчики, и схема их питания. Чтобы вынуть плату из корпуса, необходимо открутить ещё три винтовых стойки. Теперь можно извлечь всю электронику. Вот мы видим индикатор, он впаян в плату. Места пайки открыты, защитного лака здесь нет. Поэтому можно сразу выпаивать экран, ничего зачищать от лака не нужно. Есть несколько способов выпаять индикатор. Первый – это откусить все ножки кусачками, и затем можно легко выпаять их все паяльником по одной штуке. Второй способ – можно воспользоваться низкотемпературным сплавом розе, залудить с её помощью места пайки, а затем прогреть всё паяльным феном и извлечь индикатор. Ну а я буду действовать третьим способом – с помощью оловоотсоса. Извлеку припой из мест пайки, и затем просто выну индикатор. У меня вот такой оловоотсос с нагревателем. Сейчас я его включу, и когда он нагреется, я буду отпаивать ножки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, работа заняла некоторое время, но основная масса припоя удалена. Теперь надо немного пошатать ножки, чтобы они отцепились от места установки. Теперь можно попробовать аккуратно поддеть индикатор. Так, всё, индикатор снят. Всё получилось весьма аккуратно. Теперь надо поставить новый и припаять его на место. Здесь нужно совместить все ножки с отверстиями. Это не так просто, как кажется. И тоже требует какого-то времени. С одной стороны это делается просто, а вот с другой не совсем. Так, ну у меня получилось очень быстро. Сам не ожидал. Итак, новый индикатор на месте, можно его припаивать. Сначала зафиксирую его по углам, а затем припаяю оставшиеся выводы. Чтобы лучше паялось, нанесу жидкую канифоль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здесь надо заметить, что у РКСБ такая разводка платы, что в некоторых местах между точками пайки индикатора проходят другие дорожки. Причём они не изолированы. И тут расстояние доли миллиметра. Поэтому после пайки нужно под лупой убедиться, что мы не наделали лишних перемычек. При проверке я действительно обнаружил несколько замыканий, поправил их. Теперь на первый взгляд всё в порядке, поэтому сейчас попробую его включить. Так, ну, вроде всё в порядке. Надо теперь проверить, чтобы все цифры во всех разрядах работали корректно. Сейчас я возьму источник излучения, прибор переключу в режим длительного измерения, и мы прогоним тест по всем цифрам. Продолжение следует... Вроде бы всё нормально, значит можно собирать дозиметры обратно. Вот такой простой получился ремонт. Ну, раз уж дозиметр находится в моих руках, давайте кратко рассмотрим его функциональность. Итак, РКСБ – это дозиметр-радиометр смешанного излучения бытовой. Предназначен он для использования населением с целью контроля радиационной обстановки. Высота прибора 15 см, ширина 7,5 см, толщина 3,5 см. Масса 320 г. Внутри у него два счётчика СБМ-20, мы их уже видели. РКСБ-104 умеет измерять мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, плотность потока бета-излучения с поверхностей, а также удельную активность Цезия-137 в продуктах. Помимо прочего, РКСБ имеет функцию звуковой сигнализации при превышении установленного уровня гамма-фона. Диапазон измерений прибора от 0,1 до 0,99 и 0,99 микрозиверта в час, что соответствует диапазону мощности экспозиционной дозы от 10 до 9999 микрорентген в час. Сзади у дозиметра имеется съёмная крышка с бета-фильтром. Это полоски свинца и меди. Они нужны для точных гамма-измерений. Во-первых, для того, чтобы отсечь бета-поток. Во-вторых, для энергокомпенсации, то есть для выравнивания энергетической зависимости чувствительности счётчиков. Здесь же находится переключатель для установки режима измерения, то есть гамма-бета-либо удельная активность. Принцип работы очень простой. После включения прибор подсчитывает количество импульсов за определённый интервал времени. Основной рабочий режим – это верхнее положение левого переключателя. В нём показания набираются в течение 28 секунд. И чтобы пересчитать их в микрозиверты в час, нужно число на индикаторе умножить на 0,01. А если вы привыкли к микрорентгенам в час, то ничего умножать не нужно. После того, как прибор завершит цикл измерения, он издаст звуковой сигнал. И через несколько секунд показания обнулятся, и начнётся новый цикл. Если требуется повышенная точность измерения, переключатель переводится в нижнее положение. Длительность цикла измерения увеличивается в 10 раз, до 280 секунд. И показания в микрозивертах нужно уже делить на 1000. Ну вот, давайте измерим гамма-активность какого-нибудь злого предмета. Это у нас ДП-63А с радиовой шкалой. Ждём 28 секунд. И по окончании измерения видим результат примерно 2,3 миллирентгена в час. Теперь определим плотность бета-потока от уранового стекла. Для этого нужно снять крышку фильтра и с помощью переключателя установить режим измерения бета-потока. Теперь нужно произвести два измерения. Первое – это измерение фона, второе – измерение предмета. Затем из второго числа нужно вычесть первое. Но я для экономии времени фон измерить не буду, измерю сам объект просто для демонстрации. Включаем прибор и ждём. В этом режиме измерение длится 18 секунд. Затем полученное значение надо умножить на 0,01. И мы получим количество частиц в секунду с квадратного сантиметра. А если это значение умножить на 60, то будет число частиц в минуту. Итак, у нас получилось 7 частиц с квадратного сантиметра в секунду или 420 частиц с квадратного сантиметра в минуту. И последний режим – это измерение удельной активности цезия в продуктах. Для этого потребуется кювета из комплекта дозиметра, в которую засыпается продукт. Прибор переключается в режим измерения активности. И проводятся два измерения. Первое – просто фона, а второе – непосредственно измерение исследуемого продукта. Затем из второго значения вычитается первое, после чего мы умножаем результат на 200 и получаем итоговую активность в беккерилях на килограмм. Ну вот, давайте измерим активность этой черники. Она как раз заражена цезием-137. Делаем первое измерение. Определяем фон. Ждем, пока не запищит. Итого фон у нас 16. Теперь измеряем сам продукт. Также ждем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось 25. Из 25 вычитаем 16, получается 9. Умножаем на 200 и получается, что активность этой черники – 1800 беккерилей на килограмм. К некоторым РКСБ можно подключить внешний блок детектирования. Это нужно для точных радиометрических измерений бета-излучения. Вот на этих двух приборах есть разъем для подключения блока, а на этом нет. Режим работы с внешним блоком активируется с помощью переключателя. И также четыре нижних переключателя позволяют настроить уровень тревоги для дежурного режима. Таблица положения переключателя есть в руководстве. Вот сейчас у нас тревога настроена на 100 микрорентген в час. Если фон превысит установленный порог, дозиметр будет пищать. Итак, мы вкратце рассмотрели функциональность дозиметра-радиометра РКСБ-104. В целом можно сказать, что прибор очень неплох в качестве измерителя. Надо только научиться им пользоваться. Тогда можно измерять и гамму, и бету, и удельную активность продуктов. Однако в качестве поискового устройства РКСБ не пригоден. Спасибо всем за просмотр. Очень прошу поддержать это видео лайками и комментариями. До новых встреч!